добрый 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 день добрый добрый вечер доброй доброй ночи у кого какое время и у кого какая страна здравствуйте мои дорогие подписчики здравствуйте мои дорогие гости канала и здравствуйте те кто первый раз зашел на наш канал канал у нас добрый гармоничный без зависти без злобы без агрессии канал на котором онлайн гадание и также ритуалы которые пригодятся в вашей жизни я вас очень люблю подписывайтесь кто не подписался ставьте колокольчик чтобы получать уведомления пишите комментарии ставьте лайки вы показываете это оценка за мой труд я очень люблю ваши комментарии я все их читаю даже те старые старых видео просматриваю потому что уведомление уже не приходят и просматриваю смотрю ваши комментарии какие могу я вам отвечаю на других ставлю сердечки пожалуйста прошу если вам нужны личные расклады то пожалуйста обращайтесь по вайберу по ватсап это платно также магическая помощь это платно магическая помощь так же как и стоматологи психиатры психологи это не дешевая услуга поэтому не жалобите не говорить у меня нет денег нету денег другими способами есть другие способы получать то что вы желаете а сегодня у нас будет очень стандартный расклад скучает ли ваш партнер по вам сегодня сегодня это значит вот ближайшее время не значит прям вот эту секунду а вот ближайшие туда 5 дней сюда 5 дней то есть это сейчас вот вот сейчас выгадать мы будем сегодня очень странно я хочу попробовать на разных картах карты обычные игральные карты таро книга перемен и любовные карты дальше так будем докладывать скучалый партнер по вам сегодня четыре варианта скучалый партнер по вам сегодня вариант номер один вариант номер два вариант номер три вариант номер четыре из одной колоды из одной колоды и из другой колоды скучал ли партнер по вам сегодня это будет коротенький такой раскладик просто посмотреть скучает или не скучает 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 ли партнер по вам сегодня вариант номер один вариант номер два вариант номер три и сейчас я поправлю вы уже можете выбирать успокоились представили партнера можете представить море как вы на берегу с партнером и еще загадывайте реального человека с тем с которым встречаетесь если вы не встречаетесь а просто смотрите нравится мне парень или нет даже не спрашивайте это не подойдет с тем у кого у вас есть отношения или встречаетесь или живете вместе или если поругались рассорились то не больше года не загадывайте с кем вы там по 11 лет не жили не загадывайте это неправда уже все утку партнера другая жизнь уже после года другая жизнь начинается другие интересы все загадывайте реального партнера реального вот вроде как поправила чуть-чуть наверное видно успокоились загадали партнера представили море красивое море такое синеватого цвета цвет морской волны как говорят голубоватая черноватая маленькие барашки дельфины два дельфина плывут он и она и вы с партнером на берегу спокойствие и спрашивайте вопрос скучал ли он по мне сегодня и начали так два отложили три отложили четыре отложили вариант номер один начинаем вот так вот как мы рассказали скучал ли партнер по вас по вам сегодня ну вот тут у него что то ну знаете могу сказать что человек занят какими-то другими делами то есть ему не не до раздумий до любовных кто выбрал первый расклад не до любовных раздумий у него какие то знаете что то у него не получается а он хочет стабильности он сосредотачивается на каком-то деле то есть тут говорить о скуке или это как COMM-то тоски но как то мало вероятны у него какие-то свои дел на данный момент скучал ли да нет вообще тут вот не идет что он скучает потому что у него какие то есть от вас тайны которую он хочет скрыть да это тайны от вас к которым хочет скрыть в некоторых случаях проиграются том что человек важный каким-то делом чтоario есть какие то может быть отношения какие то что то это какие то у него проблемы именно рабочего характера, возможно. Да, у него какие-то трудности, возможно, трудности в поездке, в командировке или какие-то сведения издалека, и ему нужно их решить. Он просто не хочет вас беспокоить. А именно вот скучает или нет, ну, могу сказать, что в общем-то нет, не скучает. Ему сейчас не до этого. Но у человека вот есть какие-то дела, которые он хочет разрешить, и они почему-то у него не очень выходят, потому что здесь несбыточные надежды. Ну, может быть, написать он вам, может быть, чего-то и напишет, или что-то скажет. Но это не тоска, несколка, ну, просто потому что, чтобы не забыть, потому что он занят вопросами, которые связаны чисто деловые или с деньгами. Вот такой был первый расклад. Давайте переходим ко второму. Это очень простенький расклад. Скучал или не скучал? Скучал или не скучал? Вот на данный момент, кто загадал первый вариант, здесь партнер, некогда ему скучать, ему дела. Мужчина, бизнес, дела на первом месте. А только где-нибудь на пятом месте, только женщина. Вариант номер два. Те, кто загадал вариант номер два. Вот отсюда мы начинали. Вот, кто загадал вариант номер два, я могу вам сказать, что здесь партнер скучал по вам и скучает, и очень хочет даже близости. У него все горит там внутри. Но у многих проиграется, что человек может быть на расстоянии, что-то отделяет вас, но человек скучает. На расстоянии это может быть человек пошел на работу и еще не пришел. Тоже может быть человек поехал в командировку или вы расстались. Но человек очень жаждет секса с вами. Конечно, скучал. Тут вопрос даже вообще и не стоит. Скучал. Конечно, скучал. Скучать он скучал, но знаете, что я могу сказать вам? Что вот особенно для тех пар, кто расстались или в конфликте, человек находится в такой вот прострации, сам не знает, что делать, что ему делать, у кого совет просить, как вообще делать. А хочет он с вами интимных отношений, страсть внутри, и не знает он, как это сделать, как намерение есть, а действий нет. Те, кто в паре, то знаете, вот такое вот ощущение, что у кого ни ссор было, ничего, что в некоторых случаях, что вы, может быть, куда-то уехали или отдалились, но человек очень вас хочет. Человек очень хочет и очень скучает. Те, кто разошлись, здесь очень чётко показывает, что вы разошлись, и вот как бы вас отделяет что-то, вы знаете, вот как вот, вот как Чёрное море, да? Вот кто-то в Севастополе, я в Батуми. Вот вроде бы далеко, а на самом деле близко, море-то одно, а общее. Вот так же, как будто смотрите и друг на друга. Но мужчина здесь скучает. Мужчина просто вот, кто поругался или уж какое-то недоразумение, он хочет у кого-то советы спросить, как ему поступить. Да, потому что идут изменения, и вот здесь, может быть, мужчина чего-то и примет, потому что идут изменения. Изменения. Перемены изменения. Перемены. Скучал ли? Скучал. Мужчина скучает по вас. Это точно я вам говорю. Независимо. В браке, не в браке, он скучает по вас. Есть какие-то трудности, и житейские между вами, и даже если вы в паре, какие-то, может быть, есть недоразумения, недомолвки, но идут изменения, и человек скучает, человек хочет и с вами в постель, и у него страсть играет. Но скучал. Тут даже говорить не о чем. Тут мужчина по второй позиции скучает по вам. Скучает. Вот так вот скучает. Какие-то изменения. Если вы в ссоре, то есть возможность, что мужчина предпримет какие-то действия. Мужчина может принять какие-то действия. Потому что самое главное действие. А то, что они там внутри любят, не любят, это не так важно. Главное действие от мужчины. Действие. Давайте переходим к третьему раскладу. Сегодня такой коротенький, такой вот раскладик. Так, скучал ли партнер по вам сегодня? Ой. Сказать, что прям вот скучал-скучал, не могу сказать по этим картам. По этим картам говорится, что у человека есть какие-то дела, может быть, бумаги, может, какие-то разговоры о чем-то. Разговоры о благополучии, о своем доме, о детях. Но, с другой стороны, может быть, и скучал. Но человек хочет как бы, знаете, он скучает, но думает о вас, скучает, но ему очень важно, чтобы он был свободен, чтобы его не дергали. Вот хочу – скучаю, хочу – приду, хочу – нет, хочу – тоскую. То есть, человек думает и о делах, и о благополучии, которые между с вами, если оно возможно. Ну, и также свобода у него на первом месте. Человек, который, мужчина, который любит, если мужчина, то который любит свободу. Если смотрит мужчину, то женщина, которая не любит быть в цепях и закрытая в башне, она тоже любит свободу, ну, думает о благополучии семьи, о детях, о бумагах, которые связывают, может быть, разговоры с кем-то разговаривают. Здесь сказать, что вот так скучает, как любовная – нет. Здесь, знаете, как человек скучает, как вот если муж такой, настоящий муж, муж, который содержит семью, беспокоится о семье. Вот так вот. То есть, понимаете, здесь как какой-то скучает, потому что если вы в паре, ну, вы моя. Если вы встречаетесь, я моя. Если вы расстались, то мужчина все равно вспоминает вас. Но он считает, что моя свобода гораздо выше, чем какие-то отношения, и чтобы я был ответственен за что-то. Это когда, если в ссоре, если уже разошлись, то уже… А если в семье, то мужчина, ну, твердо, уверенно считает, что это не скупка как таковая. Это забота о вашем благополучии, о вашей семье, о ваших отношениях, и даже о вас. Скучал ли? Скучает ли? Ну, знаете, здесь мужчина, как я сказала, хитро-хитро выдуманный. Он даже, если и скучает, то он это держит в тайне. То есть одно говорит, другое делает, третье показывает. Могу сказать, что те молчуные, которые не говорят, знаете, любят, волнуются, просто не хотят показывать. И здесь… Зачем это? Муси-пуси-сюси-пуси. Да, ну, тут мужчина, в общем-то, если так рассматривать, то он эгоист. И он как считает? Если отношения, то они будут только мои. Они мои. И я буду прав. И я не буду показывать, что я такой тут влюблённый. Нет. Всё. Я глава семьи. Я на месте. Если вы на расстоянии или расстались, то здесь мужчина просто не будет показывать своих чувств чаще всего. Будет просто привет, привет, пока, пока. Как дела? Он не покажет. Если конфликты расстались, то здесь мужчина действительно скучает и никому об этом не говорит. но считает, что он прав и его свобода это превыше всего. Скучает ли? Здесь скучает. Только сколько, знаете, не сколько, а вот тоска такая. Те, кто в паре делового такого характера, я мужчина, а те, кто расстались, то здесь мужчина думает о вас, вспоминает, скучает, но это всё в тайне. Это всё в тайне. Он никому об этом не говорит. Он считает, что его воля, его свобода это на первом месте. А сердце, да, у него, сердце у него в тайне плачет, скучает. Только странное у нас скучание. Вот те, кто на расстоянии, скучает или нет, то есть, понимаете, он скучает иногда, на него находит, но, как я вам сказала, привет, привет, пока, пока. Потому что тут такой мужчина, который, ну, понимаете, такой вот, я прав, потому что я прав. А если ты считаешь, что я не прав, то посмотри пункт первый. И мужчина такой эгоистичный. Если что-то его, то это его. Если он что-то оставил, оторвал, то он будет вспоминать. Но он всё равно считает, что в этой ситуации я прав. Даже если расстались, если конфликт, он всё равно будет считать, я прав. Но тут он всё равно скучает и помнит, понимаете. Даже те, кто в разлуке, он скучает и помнит, никому не показывая. Он никому не расскажет, как у него болит сердце. И вариант номер 4. Скучает ли по вам партнёр сегодня? Так, у нас вот так должно быть. Что я вам скажу? Здесь по этим картам очень возможно, что мужчина с вами нечестен. Может быть, есть какой-то любовный треугольник, потому что выпал сам мужчина. Измены. Но измены могут быть не обязательно, что это измена в смысле, что женщина есть. Измена может быть в мыслях, в чувствах. Измена, когда нам про нас просто обманывают. И знаете, какой это мужчина? Скучает ли он? Он скучает в какой-то степени, но у него, если он вам врёт и изменяет там в чём-то, или фальшивит, или вот именно врёт, то он, придя, например, к вам на свидание или домой, он сразу в наступление, чтобы вы даже не могли начать то, что, где ты был, а я вот знаю, или что-то. То есть, тот человек сразу пойдёт в наступление. Он не сознается, он не будет оправдываться, а прям напором. Скучает ли он по вам сегодня? Ну, говорят, тут сегодня у него, возможно, интрижка. Тут измена идёт, обман какой-то. Тут вышел сам король. Он сам вышел, король крестовый. Короли крестовые – это мужчины, которые умеют подумать всё и всё чётко выложить. И тут человек, он думал о вас, он думает о вас, скучает, конечно, скучает, а он боится, что вдруг вы что-то узнаете, то, что знать вам не положено. Скучает, раз вспоминает. Только вот, ну, тут у некоторых, знаете, у некоторых получится, что, может быть, у кого-то мужчина не свободный. Может быть, даже у кого-то и тюрьма получится. То есть, мужчина не свободный. Если вы в браке, то здесь мужчина, его держит очень, его дом, семья и ребёнок, но враньё есть. Скучает ли? Скучает он по дому, по ребёнку. И знаете, какой-то тоже, знаете, тут у него выходит, что, может быть, измены по переписке. Ну, может быть, в интернете, может, через интернет знакомство. Я не вижу, что вот эти измены, это вот тут как-то вот, что это какой-то конкретно, вот всё, такая связь. Здесь мужчина скучает. Но он скучает больше не по вас, он больше скучает по, вот кто в браке или вместе живут, по вашему дому, как уютно, как у вас хорошо. И если есть дети, то и с детьми, как вот всё. Скучает. И знаете, он как скучает? Он втайне скучает. Иногда ему так хочется написать вам что-то. Ну, так как он очень такой жестковатый мужчина, не всегда напишет. Но здесь идут обманы. Он вас в чём-то обманывает, но домой он хочет домой. Если вы встречаетесь, то в мужчине вас привлекает ваша женственность, домовитость. И он скучает. Тут есть вот, что он о вас вспоминает. вспоминает он. И такой хитрюга, хитрюга, хитрюга. Хотела карту посмотреть. Такой мужчина хитрюга. Скучает, конечно. Скучает только и это Маша, и наша Даша. Такое тоже может быть. Измена тоже есть. Но по по дому, по очагу. В некоторых случаях тут идёт, что человек может быть не на свободе или где-то в командировке или где-то, ну как вахты бывают. И он скучает оттуда, и там могут быть какие-то измены. И он что-то вам не говорит. Знаете, мужчина тут некоторых случаях... Он скучает, но он заврался. Он где-то тут заврался. Он что-то не договаривает, и он заврался. И он боится, что вы что-то узнаете. Что он не хочет, чтобы вы узнали. В любом контексте. Да, очень у многих это будет, что мужчина может быть или куда-то поехал или ездит, и там есть, там есть что-то. Там у него тоже не всё в порядке. И это измены. Если измены кто-то человек какой-то, женщина, мужчина, кто кого загадывал, но там не всё в порядке. Он вообще хочет всё это скрыть, чтобы ничего вы лично не знали. Скучает, потому что он всё время об этом думает. Как бы меня не поймали, как бы меня не поймали, как бы меня не поймали, как бы моя милая не поймала, как бы мой милый меня не поймал. Сейчас хочу одну карту вытащить, потому что вот хочу. Хочу вытащить одну карту вот отсюда. Потому что здесь как-то прям Мужчина тут И вашим, и нашим Такой вот хитро-хитро выдуманный мужчина Знает, что Тут вот так я буду делать Тут вот так я буду делать И никто ничего не узнает О моих всяких обманах и хитростях Да Мужчина Любвеобильный Мужчина Мужчина знает где, где, чего И какое место Да, возможно, что Где-то и на расстоянии путешествия Но это не обязательно Мужчина знает, что Ну, скучает он по вас, скучает Ну, говорю, и самое главное, что он боится, что Что вы вдруг Чего-то, какую-то тайну откроете Которую совершенно вам не нужно знать Потому что здесь есть обман и фальшь Но сказать, что Он плохо о вас думает, нет Он хорошо о вас думает, а о вас хорошо думает Тепло ему на душе Это вас, когда он вспоминает Ваш дом Или с кем вы живете Вот тут как-то Хорошо он прямо об этом думает Тепло ему на душе Ну, что ж, мужчины такие Они вот такие Такие они у нас, мужчины Они не могут быть Большинство с одной женщиной У них всегда У большинства мужчин Всегда есть Интрижки Я уже говорила Я просто Мне сказал один мужчина Мужчина не изменяет только тогда Когда он Именно по-настоящему Истинно любит эту женщину Если он истинно не любит эту женщину Есть какие-то правила Обязанности То у мужчины Мужчины ищут то, что Мне кажется, что Что-то другое будет лучше Или это специально То есть не то, что специально Они отдых хотят А другая женщина Предоставляет этот отдых Эту свободу Это пламя Там страстей А это не настоящее У мужчины секс и любовь Это две разные вещи У женщины Любовь и секс В одном флаконе Женщину, если обидели То для нее потом Лечь в постель Даже с любимым мужчиной Очень сложно Она не может Она уже эту энергию не отдаст А у мужчины секс Это в общем-то секс Они так и знают Что секс это секс А любовь это любовь Желаю вам всем счастья Радости Всех-всех благ И пусть ваши любимые Скучают по вас Помнят по вас Даже если вы расстались Мы всегда обо всех помним Мы забудем Наверное тогда, когда умрем Но говорят и там не забываем Всех вам благ Радости, счастья До новых встреч С вами была я, Вивьена Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok